Крепко сжимая в руках цветы и едва сдерживая слезы, на этом месте в селе Русский Брод Галина Черникова не впервые. Два года назад случайно в газете увидела информацию о поиске сведений о трагически погибшем в воздушном бою в мае 43-го брянском герое Константине Ерошкине. В газетной статье оказалась история ее семьи, где война забрала пятерых мужчин. Среди них и дядя Галины Черниковой Константин Ерошкин. В 43-м году он, видимо, уже вылетел на военные действия и в одном из, наверное, последних писем он писал, что летаем над родными местами. Ну и больше писем не было, пока мы не получили извещение о его гибели. Все письма и истории о дяде Галина Черникова хранила долгие годы. Разыскать племянницу героя удалось учащимся и преподавателям 2-го лицея имени Ломоносова. В числе многих школ мы получили запрос-письмо от Брянского совета ветеранов по поводу этого случая, по поводу этого героя, который сложил голову свою здесь, на Орловской земле. И мне было очень приятно, что наши дети не отмахнулись, не посетовали на загруженность, занятость учебными предметами, учебой. Они с жаром и горячо взялись за этот проект. Это, по моему мнению, настоящий проект памяти сердца. Запросы в архивы, доскональное изучение документов. За несколько лет поисков лицеистам удалось многое выяснить. Константин Ерошкин родился в 22-м году в Орджоникидзеграде, сегодня Бежицкий район Брянска. А в 21 год ценой собственной жизни сбил вражеский самолет над селом Русский Брод. Установить памятник брянскому герою на этом месте стало целью для лицеистов. Средства решили собрать за счет сдачи макулатуры. Вы не представляете, как выглядел этот сбор макулатуры, насколько все были воодушевлены. 25 тонн макулатуры. Я до этого момента, до этого события не думал, что возможно увидеть вообще такой объем. Долгожданное открытие памятника далеко не точка. Проект еще не окончен. Лицеисты и преподаватели озвучивают новые цели. Все это должно закончиться нахождением места гибели летчика и его могилы, которое было, к сожалению, утеряно. Поисковая работа не прекращается. Мы будем его искать, мы будем узнавать больше информации, потому что такие подвиги, их забывать нельзя. Кристина Протхилава, Денис Пашков. События. Орловская область.